Добрый день, уважаемые коллеги! Я смотрю, сегодня в зале собралось очень много народу. И вот всех нас здесь присутствующих объединяет одно. Это зависимость от своего смартфона. Внимательно посмотрите на своих соседей, сидящих в зале. По статистике, каждый пятый человек в этом зале держит в руках смартфон. И это действительно настоящая зависимость. Причем неважно, не ставим ли мы ленту новостей, лайкаем фоточки или смотрим годные мемасики. Это все следствие одного и того же физико-химического процесса. Об этом сегодня и пойдет речь. Глобальное захватывание нашего мозга смартфонами началось еще в 2005 году. Тогда был зарегистрирован патент на олеофобное и гидрофобное покрытие, которые наносятся на телефон. И компания Apple начала применять эту разработку для защиты экрана смартфона от отпечатков пальцев. Но если внимательно почитать патент, то можно обнаружить, что главными веществами этого покрытия являются алкилсиланы, силиконы, гидротреоксиды и некоторые другие вещества. И вот эти вещества могут участвовать в синтезе аминокислот. Например, в синтезе антрониловой кислоты, которая, как известно, используется для синтеза триптофанов в организме человека. А триптофан, в свою очередь, влияет на синтез серотонина. А серотонин, уже как вы все знаете, это гормон счастья. Таким образом, когда вы держите в руках смартфон, часть покрытия диффундирует через поры пальцев вам в организм и делает вас чуточку счастливее. Но если у нас есть дополнительный какой-то стимулятор выработки серотонина, соответственно, наши внутренние уже хуже работают. И нам с каждым разом нужно все больше и больше трогать телефон. Наверное, вы уже замечали такую тенденцию. Если заходите в метро, то весь вагон сидит и смотрит в телефон. А почему так происходит? Ну, у этого есть логичное объяснение. Попробуйте быть счастливыми в 8 утра, когда едешь на работу. А тут достал телефон, полистал ленту и стало чуть-чуть приятнее. Диффузия в организм человека происходит через слой эпидермиса на наших пальцах. Если записать уравнение Эйнштейна для диффузии, то можно заметить, что путь диффузии пропорционален корню квадратному из коэффициента диффузии и времени диффузии. Если поставить численные значения, приняв, что путь диффузии равен толщине слоя эпидермиса, можно посчитать, что время диффузии – это 200 секунд. То есть нам достаточно всего лишь 3,5 минуты подержать телефон в руках, чтобы получить серотониновую зависимость. Но дело в том, что зависимость от телефона, она разная для людей с разным статусом. Социальная удовлетворенность ведет к повышению выработки серотонина. Другими словами, более обеспеченные люди более счастливы. Но если социальная удовлетворенность низкая, тогда и выработка серотонина низкая, и у человека возникает дополнительная потребность в новом телефоне. Поэтому, когда в темном переулке у вас пытаются отжать телефон, надо пожалеть таких людей. Возможно, отдать им телефон. Ведь все дело в том, что они серотониново зависимы. Если внимательно проанализировать наш контакт с смартфоном, то можно обнаружить, что мы теперь уже стали меньше всего использовать так называемые тапы. Это одинарные нажатия на экран смартфона, которые еще остались со времен кнопочных телефонов. И все больше используем свайпы и другие какие-то жесты, которые увеличивают время соприкосновения наших пальцев с экраном смартфона. Соответственно, делаем мы это уже подсознательно, так как мы уже подсели. Но не только время соприкосновения со смартфоном влияет на диффузию веществ в наш организм. Также очень важный параметр — это площадь сечения, через которую идет диффузия. Если записать первое уравнение диффузии, уравнение фика, то можно заметить, что поток P пропорционален площади сечения, через которую идет диффузия, S. А теперь давайте сравним площадь подушечки пальцев, которые соприкасаются с экраном смартфона. Для индивидуального нажатия, для тапа, это какая-то площадь ST, которая у нас записана. Но для свайпа эта площадь практически в два раза больше. Соответственно, и поток диффундирующего вещества в наш организм будет гораздо больше. Поэтому в последнее время появляются также и телефоны, все с большим и большим экраном, вопреки здравой логике и смыслу, да и обычному удобству. Но это все потому, что нам нужно все больше и больше площадь поверхности, которую мы можем трогать. Россия и Китай пошли еще дальше в этой зависимости и выпустили телефон с двумя экранами. Ну а теперь давайте разберем более сложную, комплексную концепцию влияния на выработку серотонина в нашей организме сразу двух факторов. Собственно, смартфона. Использование смартфона отмечено синий кривой. И выпитого алкоголя. Это отмечено красной кривой. Ну, давайте представим такую ситуацию. Допустим, вы решили встретиться со своими друзьями. Вы встретились и пошли в бар. Все сели за стол и достали свои телефоны, залипли, разговор не идет. И мы смотрим, что кривая изменения использования телефона практически тоже не изменяется. Но вот за первой кружечкой пива идет вторая кружечка. Мы видим увеличение дозы алкоголя на красном графике. Причем экспоненциальное. Как известно, алкоголь побуждает организм вырабатывать серотонин. И вот кривая использования телефона начинает резко падать. И телефон нам уже не так нужен до определенного момента, которое на графике обозначено как Т-критическое. После этого момента доза выпитого алкоголя выходит на стационарное состояние. И дальше уже не увеличивается. Это влияет на нарушение выработки серотонина. Именно в этот момент люди берут свои телефоны и начинают писать своим бывшим. И мы видим резкий рост использования телефона, который компенсирует выработку серотонина. Далее уже кривая отмечена пунктирной линией. Это такая алкогольно-серотониновая терра-инкогнито науки. Дело в том, что люди, которые забрались уже в эту область, мало что помнят. И здесь уже наука бессильна. Как мы знаем, толщина покрытия очень небольшая. Это нанометровые величины. Поэтому такое покрытие достаточно быстро истирается, диффундируя в наш организм. И с каждым раз мы получаем все меньшую и меньшую дозу. И можно увидеть корреляцию между толщиной покрытия вашего смартфона и выходом новой модели телефона. И с каждым годом использования телефона новая модель все будет более и более желанной для вас. И вы купите новую модель не потому, что вы хотите каких-то функций новых, а только потому, что старый телефон уже не делает вас счастливее. Разумеется, есть люди, которые пытаются бороться с этим износом покрытия, клеят различные защитные пленки. Но все мы понимаем, что с пленкой не те ощущения. Ну что ж, мы действительно сильно зависим от своих смартфонов. От этого уже никуда не деться. Но давайте все-таки попробуем хоть когда-то отрываться от экранов своих смартфонов в поисках альтернативных источников гормона счастья, живого общения. Спасибо за внимание. Поднимаем руки и задаем вопрос. Здравствуйте. Спасибо за лекцию, во-первых. А во-вторых, можно сделать из вашей теории такой вывод, что если девушка вас бросила через ВК или другой мессенджер, через телефон, вы получите меньше огорчения от этого, чем если бы она это сказала вживую. Да, разумеется, это абсолютно правильно. Спасибо. Следующий вопрос. Здравствуйте. Здравствуйте. Как по-вашему, вы думаете, почему правительство допустило легализацию смартфонов? Я думаю, что изначально об этом никто не знал. Но вот последите за последними тенденциями. Сейчас вернулась Nokia 3310. Значит, люди стали о чем-то догадываться. Спасибо. Следующий вопрос. Я хотел бы как-то связать с предыдущей лекцией про поиск единственной. Вот если человек пришел на вечеринку с той самой единственной, и он не может написать бывшей, потому что у него будут проблемы. Что в таком случае происходит? Я думаю, тут есть еще дополнительные варианты. Можно написать посредством планшета и получить еще большую дозу серотонина. Так, у меня вопрос. Значит ли это, что люди, использующие стилус, по определению программируют себя на менее счастливое существование? Ну, естественно, всегда есть какие-то исключения из логики, из правил. И это, наверное, видимо, какие-то особые люди, такие нео нашего времени, которые уже потенциально защищены от своих смартфонов. У меня еще вопрос по поводу вашего исследования с площадью касания. Если, допустим, начать смартфон облизывать, можно ли получить передоз? Я уверен, что да. Причем это будет вливаться не только в дозу серотонина, но и в другие определенные вливающиеся последствия. Еще вопрос. Да, у меня не вопрос, скорее объявление. Соли, миксы, телефоны, обращайтесь. А можно вопрос еще? Можно. Добрый день. Если я не ошибаюсь, из трептофана синтезируется не только серотонин, но и мелатонин, гормон сна. Есть ли корреляция между качеством, продолжительностью сна и использованием смартфона? Да, конечно. Спасибо за вопрос. Это уже действительно очень хорошо изученная проблема. Люди, которые засыпают со своим телефоном, кладут его рядышком у подушечки, действительно хуже высыпаются. Да, это известный факт. Можно? Можно. Судя по предыдущим словам, напрашивается дополнительное, так сказать, изобретение. Может быть, покрывать любимых таким покрытием. Им не нужно будет смартфон трогать, а любимых. По-моему, хороший вариант. Вот я тоже хочу задать обзор, а мне не дают прямо. Скажи, есть ли какие-то модели смартфонов, которые в большей степени привязывают к себе владельца? Ну, давайте тут просуждаем логически. Как известно, коэффициент диффузии по закону Арениуса, он зависит от температуры. С ростом температуры увеличивается коэффициент диффузии. Соответственно, большая зависимость будет от тех смартфонов, у которых больше греется батарея. Такие смартфоны могут взрываться, но вы все равно будете их покупать. А в чем заключается терапия смартфон-зависимых и используются ли при этом уже упомянутые стилусы? Мы пока еще не вели такие исследования, но я думаю, что это очень хорошая идея для того, чтобы их привезти и получить новый грант. А если человек не использует, в принципе, телефоны с таким, ну, кнопочный телефон у человека, как он будет выживать? Я думаю, что за таким человеком можно очень внимательно посвятить. Возможно, у него есть где-нибудь iPad или компьютер-трансформер, где еще больше площадь. Давайте еще пару вопросов. Можно один? Как вы думаете, какая вероятность возникновения движения против смартфонов? Я думаю, она пока что равна нулю, так как мы все здесь сидим с телефонами. Я даже не знаю, есть ли кто-нибудь здесь, кто без телефона? Поднимите руку. Ну, видите, она чрезвычайно мала и близка к нулю в общей массе. Давайте последний вопрос. Здравствуйте. Если Илону Маску удастся нейролинк, который убьет смартфоны, означает ли это, что нам придется теперь в метро пить каждый утро при поиске на работу для компенсации? Я думаю, на этом можно спокойнее закончить. Спасибо. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!